Блять, опять винда переустановлена и опять слетел. У меня нет проводника, у меня тут вообще нихуя. Я думаю, сейчас сможет стимецкий скачать. Попробовать в стим зайти. Может какую-нибудь старую игрушку оттуда посмотреть. Которую можно поиграть. Потому что с такой нагрузкой процессора ничего не пойдёт. Вообще нихуя. Привет, топников. Ой. Смотри, на какой винде я сижу. Видал? Самодельный, блять, виндос. Не, на самом деле. Я больше при установке винды. Ну, проводника нету. Я больше при установке винды, сука, вообще не буду использовать старт меню. А оно мне нахуй не надо. Я поиспользовал его. Теперь у меня нет проводника. Если я его запускаю, он секунду работает. Потом перезапуск. 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 Вот, каждую секунду. Я не буду его запускать. У меня стрим может отвалиться. У меня всё может тут слететь. Нахуй. Спасибо, конечно, но я его запускать не буду. Я его при запуске винды сразу отрубаю. Это специально, чтобы он не принёс мне никаких лишних проблем. Вот. Поэтому всё приходится делать ручками и через... Как это называется? Не, как программа-то называется? Тут не написано. Ладно. Я даже не могу удалить. Она мне просто... Старт меню, она мне просто сломала проводник. Я удалил это старт меню отовсюду. Откуда-то можно это, блядь? Через программы, через всё. Не помогло. Проводник сломанный. Всё. Сломанный проводник. А называется оно директорию опус. Вот. Теперь у меня эта программа будет вместо проводника. Тут можно, в принципе, что угодно делать. Там открывать папки, запускать от имени администратора. В принципе, стандартный функционал. Так что... Всё. Пока так буду пользоваться. Мне впадло переустановить Windows. Просто я столько в последний раз её устанавливал, что мне просто впадло. На самом деле, я думаю, что накрывается просто SSD-шник. Он отработал полтора года. Я думаю, что он накрывается. Хотя, сколько он отработал? Ну-ка. Да, он отработал полтора года. Но это был самый дешёвый SSD-шник, который я нашёл в DNS. Самый дешёвый, самый хуёвый. Я думаю, полтора года – это его максимальный срок службы. И при запуске вылетает. Он, говорю, я сломанный. Он может нормально запуститься. Но это в одном разе из десяти. Он может при запуске винды запуститься. Но я не хочу рисковать. Я знаю, я знаю, что это такое. Это сканирование жёсткого диска на проблемы. Я сколько запускал, там какая-то хуйня шла. И даже при нормальной винде я это сканировал. Не, не пойдёт такое дело. Не пойдёт. Ну, будет он сейчас сканировать. У меня может и накрыться там что-то. Не, пока так пойдёт. А я же могу пользоваться, да, какими-то функциями. А в чём, собственно говоря, проблема? Ну, нету ничего. Ну, нету и нету. Надо просто будет переустановить винду и просто не использовать это меню. И будет всё нормально. Вот. Потому что я начал замечать, потому что она, вот это меню, она стала с ошибкой вылезать. С её ошибкой. Шо оно там, блядь, файлы какие-то что ли восстановит? ЛТСЦ. Да, та же самая, которую я, блядь, и сто лет назад использовал. Просто сто лет назад у меня таких ошибок не было. У меня сейчас только одно на уме, что накрывается вот этот SSD-шник и всё. Так, чё я там хотел там? Короче, пофигу на самом деле. Пока временно я, нихуя не хочу сейчас. Так, 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 ты ж куда, куда, блядь, заходи. Какой стим-баланс, чё мне открылась, блядь, хуйня какая-то. Написал же, стиамы. Сейчас устанавливаю стим. Хотя у меня там игр-то старых даже нету. Может, Deus Ex на хардкоре пройти? Оригинал с последними обновлениями на такую говно-систему? Лол, блядь, она тогда даже видео с Ютуба не потянет, но даже видео еле тянет. У меня стрим секунд 20 открывается. Секунд 20 и пиздец, блядь. То, сука, само видео загрузится, то лайки загрузится, блядь. Потом через 5 секунд комментарии, нахуй. Потом через 10 секунд вот эта полоска с рекомендациями. Ты чё, она там вообще пиздец будет полный. У меня же есть эта винда-то. Зачем мне скачивать, если она нормально... Понимаешь, что она нормально работала. Сейчас она хуёво работает. Это что? О чём означает? Что диск накрывается? Ну, допустим, я скачаю оригинал. Что это изменит? Это восстановит мой SSD-шник? Грёбаную вот эту дешёвку с Алиэкспресса, которая убитая уже в хлам? Мне кажется, нет. А у меня, кстати, жёсткий-то накрылся-то с нихуя. Он нормально работал, а потом накрылся. Может, это из-за блока питания? Может быть, так. А чё, блок питания хуярит по дискам. Пошло пробитие конденсатора. Он хуярит высокий вольтаж по какой-то линии. У меня по жёсткому диску, например, завышенное напряжение. Он их ебашит. Может быть. SSD покупать? Ну, деньги появятся, куплю. А так, ну, если сейчас он у меня накроется, придётся без SSD-шника сидеть. Что делать? Он же тоже денег стоит, как бы. Ну, работает и работает. Ну, накрылся проводник и накрылся. А что такого? Я их, в принципе, в таком виде могу на винде сидеть. Нормальный же винда, правильно? Ничего лишнего. Раньше вообще люди на компьютерах через Total Commander сидели. И всё было охуительно. Умели пользоваться Total Commander. Да, донатим, донатим. Ссылочка в описании. Ой. Бля, я как бы знал, вместо этого микрофона и наушников купил бы SSD-шник. Хотя, я даже не знаю, а что бы выбрать. А вот был Bluetooth, эти наушники и этот микрофон. И у меня всё обошлось в 1400 рублей. И Bluetooth, и AirPods. А что, охуенно, блядь, мне нравится. Пригодится. Правда, тяжёлые они, пиздец, я не знаю. Вот в нормальных наушниках их в уши воткнёшь, и они держатся. А если такие AirPods, они, сука, давят и прям из ушей падают. Вот как так сделать? Неужели нельзя, блядь, не вниз было их хуякнуть, блядь? Я не знаю, как кавелик, а просто в сторону. Вот неужели нельзя было вот так сделать? Или наверх куда-нибудь? Чё-нибудь такие тяжёлые. Чем дороже, тем тяжелее. Вот эту игру через драйвер. И прибавлю яркость через OBS. Во. И буду играть нормально и хорошо. Нахуя мышку на этот ковёр обоссаный поставил? Тут отставание идёт охуительное. Настройка яркости. Захуякнуть, я не знаю, блядь, на миллион процентов, нахуй. А, директ не чувствует яркости, я понял. Конечно, может стримить на ютубе. Да опровергли, опровергли. Оно не реагирует. Я не знаю, может я что-то не так делаю? У меня нет реакции. Это для старого директа возможно. Возможно, для старого директа. Включить, выключить полноэкранный режим. Это, походу... Ой, и повисло всё. Что за хуйня? Можно сделать, хочешь? Сделай. Я видео в 360 не могу посмотреть. Ну, хочешь, делай. Так. Не пойдёт. Нихуя не видно. Ни в полноэкранном, ни в многоэкранном, ни в каком режиме. Значит, надо ставить OpenGL, если такая шляпа пошла. Но я боюсь, что... Да... Сучка. Я боюсь, что он OpenGL не увидит вообще. Вот в чём проблема. Так, а как в меню-то войти? Блядь, сука, надо было там выбрать. Угу. Сейчас окошко будет... Должно вылезти. Да, выйти из игры. Выйти. Не знаю, не выходит. А, ну я же говорил, винда накрывается. Ну, пожалуйста. RANDELLL 32, 4 процесса. Это значит, что ошибки в виндовсе. Что оно, блядь, накрывается всё. Да, сука, я же менял, блядь, режим рендера. Тварь. Да, было всё плохо. Так я в Source играл. Там нормально ещё было. Есть кое-какая проблема. По-моему, а походу надо было. Но это из-за винды, это понятное дело. Она не может игру перезапустить. Она вот ставит эти процессы. RANDELLL, RANDELLL и всё. А, блядь, ёбаный в рот. Надо было переключаться. Проводника-то нет, не видно ничего. Всё, зря. Зря, зря. Проводника-то не видно, я же не вижу ничего. RANDELLL саппорт. Сюда. В смысле, кэнл, кэнл, чё я сделал-то-на. Блядь, окей, кэнл, что, блядь, кнопки местами поменять нельзя. ОК, должен справа находиться, кэнл слева должен находиться. Блядь, стандартное расположение. Блядь, долбоёбина, конченая, сука. Ладно, сейчас ещё раз. Блядь, неужели нельзя? Нормально, блядь, жё справа, жё слева. Нах у вы их местами меняете? драйвера нет не скачались стандартный windows да и смысла нет что у нас летает каждую минуту вещь я даже переустанавливать не хочу потому что заебался уже next вот смысле бэк-бэк opengl да а то бы опять ошибся next next run все opengl запускается блять это не opengl это говно какое-то блин чел как ты вовремя смотри видишь как ты вовремя видишь как ты вовремя а чтобы было панджель нужны драйвера если у нас идет только директ получается получается придет скачать программу которая прибавляет яркость экрана потому что там никакая яркость экран не прибавляется opengl работает только с работающими драйверами на intel без них получается хуйня полная блять куда я зашел то ёбаный в рот у меня мышка 100 кликом блять охуевшим работает сука заебала что у меня сбросилась задание создание задачи чем меня поиск сбросился время 1927 еще долго так короче как же называется эта программа которая яркость экрана прибавляет мне нужно сейчас будет мне нужно сейчас будет вообще сбросить рендер интересно тут работают ли параметры запуска наверное нет потому что этот директ восьмой скорее всего нет конечно нет мои моник да но он кстати в играх не работал на рабочем столе работал бля без драйверов тут вообще нехуй делать бля были бы драйвер установлены сейчас бы вообще никаких проблем не было но я их и не установлю я уже четко знаю что я не установлю никакие драйверы здесь куда-то я мискликаю я навестись не могу но экран яркий зато я зато яркий экран да я и больше там для винды по моему только и все intel прекратили поддержку они самые гандонский из всех сука никому не советую intel покупать intel говно потому что при попытке скачать драйвера на вот эту видеокарту выдает продукт не поддерживается вашем регионе так что никогда не используйте intel intel это говно босса на и просто конча так директ дирекция порта что можно еще выбрать вот это наверное нет software можно выбрать но он также будет лагать поэтому придется директом вот совсем другое дело а почему я блять свернулась с пятого раза так теперь нужен маймоник не знаю будет ли он работать в игре но возможно будет возможно нет может и не будет регулировка яркости монитора но самое главное чтобы она в играх работала то и почему не открывается что-то я не понимаю блять только что скачал нахуй открыть да 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 но если стрей она будет работать из чисто на и стрей будет работать это будет прикол потому что и у меня нету может она без трея будет работать не да на рабочем столе до нужно а а она так не работает да я могу вызвать программу ёбаный в рот блять вызвать ее получается не могу да она только в трее работает системные прерывания иди нахуй снять задачу блять какие нахуй системные прерывания блять мне кажется это говно меня угандошивает сука блять сейчас так вроде все успокоилась да она наверное стрей только работает снять задачу только через стрей работает проводник у меня есть а он может что-нибудь из трея запустить ну-ка может у здесь такая функция есть трейд там запустить из трея а я не вижу панели инструментов настройка панелей картинки меню действия отображения файла application drivers office нет скорее всего здесь такой нет функции ну да я и наушники хотел bluetooth чтобы для удобства было а потом понял понял что bluetooth только можно запустить через стрей без проводника никак надо счет придумать значит над какую-то другую программу ладно похуй на английском значит на английском нет мне это мой моник мне нахуй не надо теперь она кстати наверное скорее всего не сможет регулировать яркость на директе девки какие-то сидят блять программисты блять наверное не ебического уровня пентагон взламывают наверное redshift гуи бесплатная программа регулировать яркость световой температурой куда почему им из кликаешь суками сукой губер и нахуй индекс браузер сука я сюда нажимаю не сюда бля еще непонятно сейчас скачаю надеюсь она не строя будет вылезать как параша какая-то блять которая сидит нахуй сидит а потом блять в трейд что-то вякает и вылезает там я ее убрал не да вроде убрал а not found заебись not found not found не скачается а кстати горячие клавиши есть можно можно горячие клавиши настраивать вот может они кстати маймоники горячие клавиши были а почему нет блять или нету их там а вдруг а вдруг они есть горячие клавиши вдруг я могу по клавишам настраивать не нихуя нет нет горячих клавиш тут контрол стрелочка вправо контрол стрелочка влево о доступно а как скачивать отсюда сука где download кнопка на скачку такая хуйня мне код не нужен зачем мне код блять сука долбоеб блять скинь за сука прямую ссылку на программу блять не прямой исходный открытый код он мне нахуй не нужен не всрался дурень ебаный go to file а я шо типа не вдупляю чешо хуй пойму блять ну сука такие у ёбки конечно попадаются нахуй код что код как чё а вот download zip download zip все нашел это исходный код или это уже нормальная программа да это исходный код ёбань блять конченая куда ты мне ссылку блять кидаешь сука конь ёбаный блять хуила блять поганая нахуй сука на исходник код кидает где программа блять эксэшник где сука программный как перейти то туда нахуй где релиз куда мне клик то надо а релиза с 6 тег да я думал это теги просто ага да 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 точно да релиза с да скинул бы сразу блять сюда ссылку ну чё блять дурак такой нахуй вот блять тег нахуй laterbox текст блять и здесь все версии программы находится блять неужели сюда нельзя блять буду я еще мозги себе компасировать там тоже написано source код тут тоже source код написано блять исходник то же самое открывается исходный код there aren't releases here вот я я я переключился на releases и there aren't releases here долбоёб просто нахуй не составляя статьи ни для этого сайта ни для кого то еще ну если ты конченый конечно ну блять он конченый это очевидно простое легкое позволяющий проверять яркость экрана компьютера это платное пиздец оно еще и платное оно глючное платное оно все тормозит ну ладно похуй потом удалю бесплатное скачаю просто какая-то платная хуйня create desktop да надо ой 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 ну там на этом не видно да ой 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 такая хуйня сейчас происходит пиздец мне бы это еще все увидеть эту хуйню да это только монитором управляет это короче не яркость а more warm warm это белость цвета это белость цвета 6500 это максимально белый но почему-то 99 процентов почему-то только 99 процентов а что такое лес варм а это яркость это уже яркость да тут можно 100 и 100 поставить и будет максимально яркость но я почему-то не ощущаю на самом деле хелс пауз гейм муви режимы какие-то пресеты не мне не нравится она не увеличивает яркость до тех пор до каких я хочу фигня эта программа вообще по моему ни на что не способна не я конечно сейчас зайду я посмотрю но это хуйня мне не не зашло вообще ничего она не прибавила яркость от слова совсем я отвечаю я все на 100 процентов поставил она яркости не прибавила пожалуйста она мне кстати на экране яркости не прибавила приложение нахуй один из десяти даже 0 из 10 потому что функции там 0 надо короче выключить ее отсюда если она еще в процессах сидит ну а чё еще делать конечно сидеть снять задачу все задачу нихуя не произошло вообще нихуя не произошло блять новый youtube вот этот новое обновление дурацкое просто сука в кнопках путаешься потом кто в рекомендациях увидел не понял кто там кого-то кикнули да заблокировали там кого-то не знаю может кто-то и увидел ай ну это блять я уже по названию программы вижу уже что это за хуйня мне такое не надо позволяющая одним челышком мыши настроить прозрачность яркости гаммы экрана ну если это хует авторы и сидит это будет плохо а емейл свой вести нет какой-то уебищный сайт в пизду его панго брит бесплатные утилиты для яркости да мне гамма нужно не яркость а гамма но я думаю что это и есть гамма тут мне нравится название она еще бесплатная это что скачалось то непонятное такое гапа какая-то гапа гапа блять жопа какая-то что о сразу открывается блять смотри нахуй глядь регулируется блять все нахуй все я отрегулировал у себя все что надо но если она не работает на игру это будет очень очень плохо так она сразу блять сразу нахуй работать сразу блять просто из архива сразу работает сразу все хорошо хорошо да я все вижу я блять абсолютно все вижу я увижу каждую хуйню в темноте которая не регулируется у меня даже контрастность от такой яркости пропала я я перековылил немного я очень сильно очень-очень переборщил вот это един ciri Est妹 этот единственная программа сколько я программа перепробовал это единственное которое в секунду запускается и работает идеально ты можешь настроить все что угодно и как угодно и через какую жопу так сейчас отрегулирую потом стрим отрегулирую сначала у себя сначала у себя потом на стриме заглянул влево заглянул вправо-лево точнее право-лево право-лево вот эта графика до rtx пошел придобавить коррекция цвета чуть-чуть по гамме насколько у меня гамма на плюс полтора стояла и чуть-чуть нет но можно контрастность так для красивости а можно еще яркостью сколько мне девятка была ща посмотрю потихоньку буду регулировать блять а чё я дергаюсь то блять 22 фпс а где диспетча задач слышь мне пидороска какая-то долбит в проц это долбит какая-то тварь процессор долбит системные прерывания долбят ну прерви там сука чего-нибудь уже пиздец так а если вот так сделать ну к а и нихуя не помогает ну ладно посмотрим стрим не лагает а чё у меня тогда лагает если стрим не лагай куда ты лезешь диспетчер задач ты в игру вклиниваешься он блять поверх игры нахуй становится я груза пускаю у меня это окно поверх игры сейчас посмотрим чтобы не одни не системные прерывания нету раньше раньше вообще ничего не лагала сейчас системные прерывания идут я перезапущу тогда да что-то видно надо еще вниз чуть-чуть потянуть еще в сторону не я прям вижу ладно заодно прибавлю в захвату экрана чуть-чуть вниз на пикселей 20 наверное чуть-чуть в сторону все понял ну давай покажи что там у тебя диспетчер задач из-за фильтров я не думал что фильтры будут так работать 10 процентов наверно 5 процессора выше еще от системные прерывания идут для еще из и снять еще нельзя эти системы прерывания и система идет может быть надо ну-ка закрыть винрар может из-за винрара по-моему еще хуже стало не они не там какая-то дрянь в процессах сидит какая-нибудь спрос прошлых что я две программы еще до этого запускал наверное из-за этого explorer их и пошел нахуй завершить процесс сильно живет да нет вроде хотя он и так вот эти ранды и лель нет что же там просто так выгоняет сильно системные прерывания сука когда бы при прерве жопу свою жопу свою иди прерывай 28 процентов я не знаю что она там прерывает хуйня какая-то ну а подождем муж прервет чего-нибудь я и снять эту хуйню не могу и посмотреть что это такое и из какого хуя это происходит я тоже понятное дело не не могу посмотреть и поиграть в игру я даже с такими показателями все она прошла вроде по моему эта тварь прошла по моему легче стало да да нормально так как там было нахуй там плавал что она легче но в принципе это должно быть играбельно по сути надо было чуть-чуть вниз увести вот так где-то на такое расстояние и чуть в сторону но в сторону она сама уехала можно вот так до зипулия немножко и сюда вот и в принципе будет в полный экран но почему-то я у себя дергаюсь точнее на вот этой хуйне не дергаюсь я уже на 2 дергаюсь можно попробовать поиграть сойдет фильтра немножко гамму да так поднять и контрастность чуть поднять и вот так поднять я думаю вот теперь все точно будет видно если не переборщил мог переборщить игра наверное вылетела либо я из нее вышел не помню стим надо кстати сворачивать а это кстати браузер мог быть незакрытый так у меня все хорошо я думаю вы уже устали от упражнений но наше упражнение будет более интересно чем-то что за завис и пошли можно даже немножко яркости прибавить вы получите множество обмундирование во время этих упражнений при исполнении при исполнении не бухаем снимает время и расходует самовосстанавливающиеся ресурсы современных отмычек просто будь терпелив и исполни свои тренировки на более высоких уровнях мастерства тебе не понадобится столько времени или ресурсов отмычки на взлом замка изоляция графов аудио устройств изоляция графов аудио устройств ахуеть а в срочные срочные твери показывает вам сколько повреждений может выдержать дверь прежде чем она будет разрушена прочный замка показывает вам сколько раз надо ударить по замку чтобы он сломался некоторые двери имеют неограниченную прочность самой двери и неограниченную прочность замка это значит что он нужно на диспетчер задач 10 процентов системные прерывания изоляция графов даже ебучий стим все по чуть-чуть пошел нахуй этот диспетчер тогда лишний процент берет а мне кажется стим мозги мне ебал но там помимо стим еще много чем мозги ебет я не знаю попробую в интернете найти но сейчас не получится там все работает ладно потом но его нахуй выяснили что играть можно и все нормально но почти за исключением некоторых моментов как на дефолта сбросить ресет хорошая программа то что надо то что я и хотела всякий маймоник говно распиаренная тупорылые которые ничего не делает бля его включил зашел в игру она нихуя не работала на рабочем столе работала в игре нет что будем запоминать мои запросы или не будем один раз нахуй запомнила мне второй же не запоминает что а э а Продолжение следует...